Приветствую вас. Давайте я сейчас вам просто перечислю, что нужно сделать для того, чтобы перестать в себе снинации. Допустим, что нам нужно сделать. Во-первых, отказ от оценок. Об оценок точнее. Отказ от оценок чего-либо, кого-либо. Потому что здесь вы по большому счету, ну, играете в бога. Потому что оценивать никто никого не может, оценивать никто никого не способен. А вы, получается, собственно, именно это вы делаете. То есть вы, по сути, вы занимаетесь, как раз таки, тем, что оцениваете себя. Вот, оцениваете себя. Это, в общем-то, абсолютно бесперспективное, абсолютно бессмысленное, ненужное, абсолютно ненужное элемент человеческой жизни. Вот, поэтому, первое, на что я вам хочу, на что я хочу обратить ваше внимание, это вот именно на то, чтобы, что вы, что вам желательно отказаться от оценок. Которое, вот, вы, условно говоря, даёте, в том числе даёте вы себе, и в том числе даёте другим людям. Вот, и то, и другое, это, в общем-то, крайне негативно сказывается на вас, и по-другому, ну, по-другому быть, в принципе, не может. Да. То, то есть, вот вы, когда говорите, что, например, что правильно, что неправильно, вот это вот правильно, вот вы говорите, что оцениваете свои, ну, действия. Да, 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 вот вы говорите, что оцениваете свои действия, как, как правильное и неправильное. Вот. Вот, собственно. Собственно, я именно про это и говорю. То, что оценивать себя, оценивать свои действия, как правильное и неправильное, абсолютно не имеет никакого смысла, потому что их нет. Правильных и неправильных действий, их, попросту говоря, нет. Это такой момент. Второй. Второй момент. Это полное принятие себя. То есть, на данный момент вы себя не принимаете, собственно, таким, какой вы есть. На данный момент вы считаете, ну, по-видимому, вы считаете, что должны быть каким-то другим, вот. И вам это, конечно же, очень мешает. То есть, эм, такое вот своеобразное, эм, культивирование, культивирование, эм, любви, любви к себе, оно вам пойдет на пользу. Ну вот. Далее вы говорите про лидерство. И вот этот момент я, честно говоря, не очень понял, потому что, какой, собственно говоря, кстати вы должны стремиться к лидерству. То есть, вы с чего решили, что должны быть лидером, вот. Почему вы, эм, решили, что вам, ну, ну, нужно быть, эм, нужно быть лидером. Вот. Почему вы решили, что должны быть, если честно, для меня не очень, эм, понятно. Не очень понятно для меня этот, этот момент. Если вы расстроите его, эм, как-нибудь, то будет здорово, если вы его расстроите. Ну вот. Пока что, эта ситуация, эм, ну, на мой взгляд, крайне неясна относительно того, почему, вот, эм, должны вы быть лидерами. Дальше. Дальше. Страх совершить ошибку, это, эм, эм, такая же история про оценку. То есть, про, ну, вот, эм, тут вы боитесь, эм, чтобы решить ошибку, это, э, это про оценку. Ну, вы боитесь, э, какой-то, какой-то вот оценки, вы боитесь, э, оценки своих, эм, действий, как неправильных. Вот. И, в общем-то, я могу, могу вас понять, вот, могу понять вас, но это, как-бы, крайне такая деструктивная тоже позиция, потому что, э, вы, опять же, предъявляете к себе, э, э, требования, вот, вы к себе требования определяете, э, э, совершенно не, э, реалистично. Ну, вот, там и все, ошибается все, и ошибка, это нормальная история, вот. А если человек не ошибается, вот, то как он может по-другому чему-то научиться, вот. Ну, то, что вы, опять же, боитесь ошибок, это, вот, связано все с той же оценкой, все с теми же оценочными, э, осуждениями. Вот. Дальше, идем, э, неуверенность в себе, э, данный тот, э, тут, если говорить о неверенности в себе и данный тот, э, идет, э, очень, э, серьезное недоверие. Э, э, недоверие, э, э, своим эмоциям, своим, э, своим, э, чувствам, э, вот, своим, э, переживаниям. То есть вы ставите их, э, э, под сомнением. И это то, что требует, конечно, внимания, это то, что требует, конечно, внимание специалистов, внимание психотерапевтов. Ну, вот, потому что, э, ну, невозможно, э, жить комфортно, комфортно, да, и при этом, не, ну, не быть в ладо, э, своими чувствами. Ну, вот, вы именно так поступаете, поэтому, соответственно, вам так с трудной и с тяжелом. Вот, если, 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 если бы вы своим чувствам доверяли, то, э, э, ну, ситуация была бы куда более для вас, э, э, позитивно, да, куда более для вас, э, конструктивно и корректно. Вот, э, э, так. Дальше. Недоверие к людям. Э, э, то же самое, обеспечивание своих ощущений, потому что людям доверять, э, в общем-то, можно, поскольку, поскольку, людям доверять, вообще доверие к людям базируется на том, как именно вы, именно вы относитесь, э, э, к себе сами, а не на том, собственно, как люди к вам относятся. То есть, во главу, во главу, во главу угла, э, ставится, именно, ваши собственные эмоции, да, ваши собственные ощущения, ваши собственные желания, а не, э, другие люди. Потому что, когда, другие люди, то, вы сразу становитесь, э, э, зависимы от них. Это, э, э, в этом, для вас, э, ничего, э, хорошего, ничего, э, полезного, в принципе, нет. Поэтому то, что вы не доверяете людям, свидетельствует лишь о том, что вы не доверяете, э, э, сами себе. Вот, вы не доверяете сами себе, и вы не доверяете своим, э, э, ну, своим ощущениям, своим эмоциям, э, э, вот. И я не считаю, что вы должны это делать, э, то есть, я, как бы, объективно, я понимаю, что, э, что, скорее всего, вы не можете, если бы вы могли, то, э, проблем бы у вас, э, не было, вот. Но, как бы, в сути это не меняет, совершенно. Вот, поэтому, просто я хочу, вот, обратить, э, ваше внимание, именно на то, что, э, э, операться нужно, все-таки, на, э, себя. В вопросах, э, доверия людям, а не на, э, других, э, людей, да, не на других, э, людей, э, нужно опираться, потому что, если вы, э, как раз, э, такие, опираетесь на, э, других людей, э, то, э, всегда вы будете, э, вот, в таком, э, 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 в такой вот, ну, такой тревожности, находиться, потому что, э, э, будете, э, зависеть от, э, людей, от того, как они, э, поступят, от того, что они будут делать, и, э, прочее. Вот. То есть, хорошего, э, вот, по итогу, ничего не будет для вас, опять. Дальше. Нет стремления к лидерству, ну, вот, Ред уже говорил, нет, э, планов на будущее. Э, э, ну, в некоторой степени, это хорошо, потому что, э, вы больше будете полагаться, например, на себя, да, в большей степени будете полагаться на себя, чем на какие-то планы. И, в меньшей степени будете переживать, если, э, этих, ну, если эти, э, если этим, 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 планом, э, не будет создано быть. Вот. Самое, э, 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 когда, у человека плана, он, э, достаточно, э, легко, э, э, впадает, в, такую, уязвимость, если, э, можно, так выразить, вот, э, э, достаточно легко, человек впадает, в, в, уязвимость, от того, что он, его планы не сбывает, а, поскольку, э, э, далеко не все зависит от людей, да, далеко не все зависит от нас, то, как бы, строить планы, ну, далеко не всегда, такая, такая, вот, полезная история. Э, э, дальше, идем. Э, страх поделиться своими планами и мыслями с окружающими. Ну, здесь, скорее, э, дело, э, э, в том, здесь дело в том, что, э, вы, э, здесь дело в том, для чего вы, э, хотите, э, поделиться, вот, теми же планами, да. Вот, э, зачем вам это, собственно говоря, ну, одно дело, если вы просто делитесь, и другое дело, совершенно другое дело, если вы хотите получить какое-то, там, одобрение, если вы хотите получить, э, э, какую-то, э, обратную, э, связь, и прочее, 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 прочее. Это уже совершенно, очевидно, совсем другая история, и, э, вот именно по этой причине, потому что вы не просто так делитесь, а у вас есть какая-то потребность, вот именно поэтому вы, э, э, и, э, боитесь это делать, потому что боитесь, что во-внутри обесценят, э, обесценят, э, все, что вы, там, к примеру, э, ну, все, что вы придумали, все, что вы себе, э, создали, а вы в этом и так не уверены, да, вот, ну, и, соответственно, ничего хорошего, тоже вы не ждете, вот, отсюда и, соответственно, страх. Обиды на близких людей, то есть вы и обиды на весь мир. Ну, здесь мне кажется, что вы уже немножко, э, понимаете, да, что, ваши мысли, ваши, э, такие вот, э, чувство, обиды на близких людей, обиды на мир, это уже, э, э, как бы, ну, немножко, э, звучит, э, странно. Странно, странно, вот, поэтому мне кажется, что здесь вы, как-то же сами от себя отдаляетесь, то есть вам легче, э, сказать, что вы обиды на весь мир, да, чем, чем, вот, пытаться, а, пытаться, а, как-то понять, э, э, ну, пытаться понять, э, свои переживания, свои чувства. Вот. Обиды на близких людей связаны с ожиданиями, и в основе ожидания лежат, э, желания, которые, ответственность, э, ответственность за, которые вы, э, перекладываете на, э, э, собственно, своих близких. И здесь основной момент в том, чтобы взять личную ответственность, э, э, за то, что вы хотите, где-то основной момент именно в том, чтобы принять личную ответственность за то, что вы хотите, э, вот, и, чтобы это, в частности, э, послужило основанием для, например, того, чтобы вы перестали в той или иной степени зависеть от людей, и чтобы вы в той или иной степени перестали зависеть от окружающих, в частности, на своих близких. Грубо говоря, вы считаете, что вам что-то должно... Вот, хотя, на самом деле, ну, совершенно очевидно, да, что вам никто не должен, что вам и близкие-то, в общем, не должны, вот, но вы, скорее всего, скорее всего, вы так не считаете вам, то есть, скорее всего, вы считаете, что вам даже не должны, именно потому что вы боитесь личной ответственности, а боитесь, не боитесь личной ответственности, потому что боитесь ошибки, вот, и проще обвинять людей, других, проще обижаться на них, вот, таким образом, требуя, чтобы они вам дали то, в том, что вам нуждаются свои, но этого не получается по понятным причинам, сами, что у людей есть какие-то свои представления о том, вообще, как всё должно быть. И из-за этого вы находитесь, вот, по большому счёту, в полном бродрае, вот, так что, конечно, только вам решать, изменится ли ваша жизнь или нет, как-то вот, ну, в дальнейшем, только вам решать, изменится ли как-то ваша жизнь, вот, но я думаю, что все шансы для этого есть. Вот, обратите внимание, что вы не задаёте свой вопрос, по, ну, по какой-то причине, я хотел бы узнать, почему вы не задаёте свой вопрос, то есть, вот, ну, вот, именно, почему. Считаете ли вы, что это бесполезный, или это у вас просто крик, крик, крик души, вот. Давайте, может быть, начнём график с того, чтобы, давайте начнём с того, что поймём, поймём, да, какой помощи вы хотите от нас, какой, какой помощи вы хотите, от психологов, какая помощь вам нужна, какой помощи вы ждёте, вот, и мы уже постараемся, постараемся понять, сможем ли мы вам помочь или нет, вот. Я думаю, примерно, примерно, примерно так можно вам ответить, я думаю, что примерно такой ответ я могу вам дать. Если, если вам понравился мой ответ, то я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю, вот, правда, я желаю вам, чтобы, 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 чтобы ситуация, в которой вы оказались, разрешилась максимально, ну максимально безболезненно для нас, вот. И я надеюсь, что всё в вашей жизни будет хорошо. Всего вам самого доброго, удачи и обращайтесь за помощь, если такое желание появится. Спасибо.